Малый золотник, да дорог? Или лучше, подешевле, да побольше? В нашей рубрике «Личный досмотр» российские звёзды расскажут, есть ли место поделкам в гардеробе. Ахтунг, ахтунг, внимание, внимание! Стартует наш традиционный личный досмотр. И сегодня он будет с изюминкой. О, привет! Ну и что же ты сегодня надела на вечеринку? Я сегодня надела Дашу Гаузер, осталась верна традициям, потому что я её обожаю, люблю. Там пальтишко интересное. Ох, какое пальтишко! Это пальто сегодня Виктория Андреяновая. Она сказала, что из такого состава 80% махир, 20% шесть заказывает пальто только английская королева. Джинс не помню, какой-то итальянский бутик. А ботинки? Я их не буду сейчас с тебя снимать. А ботинки? А ботиночки, прикупленные в Париже, 150 евро в каком-то шоппинг-молле. Это Майами, это 345 долларов. Написано «Титаниум» с одной стороны, а с другой «Граффит». Смотри на мои кроссы! Кроссы у меня темные. О, смотри! Нам повезло! Да-да, шар! Смотрите, шар! Это я его не придумал. Я его тоже купил, короче. Думаю, надо брать. Тема прикольная. Как раз подойдет к моим дурацким этим кроссовкам из шапки. Это просто был какой-то шарф для арабских жен, как мне сказали. Я купила шарф большой. И учитывая габариты, 42 килограмма веса, мне хватило. В общем, это платье. Я не могу, короче, выучить это название. Это какая-то известная марка. Она делает такие секси платья. Это самое антисексуальное из их коллекции. И я уже в паленках, собственно. Срочно посмотреть у меня сзади. О, с удовольствием, конечно. Ярлыки. Яна Незветская. Кстати, сегодня только купила сапоги. Сразу пришла в них на мероприятие фирма Лизила. Вообще очень красивые. Смотрите, зацените. Не подделка. Раз уж речь пошла о подделках, давайте узнаем, насколько трепетно относятся к подлинности брендовых вещей наши мега-тусовщики. Не люблю узнавать, что одежду, которую я купил, она подельная. Слово «подделка» уже по-самому для себя говорит. Я считаю, что если ты не имеешь капитала, чтобы купить себе, допустим, очки Торчика Бана, да, как у тебя, то можно купить себе другие очки. Ты надела бы на себя подделку? Ты знаешь, наверное, нет. Лучше бы я одела что-то настоящее, не очень дорогое, чем что-то поддорогое. Нет, не могу. Сумочка «Шанель» – это настоящая или подделка, или фейк? Это настоящая сумочка. Мне ее подарила Алена Тарганова на мой позапрошлый, нет, прошлый день рождения. Паспорт сумочки. Я не подделка, мне должен быть паспорт. Ну, слушай, ну внутри, давай посмотрим, что внутри. Так, сейчас, подожди. Сейчас я найду. Ну, сдайся, ну скажи, что подделка. Не подделка, смотри. Все, никакая не подделка. Не подделка, не подделка. Ну да, не стирается, ладно. Я думаю, на это не надо заморачиваться. Гораздо страшнее подделка чувств. И что, ну вы надели бы на себя когда-нибудь подделку? Я бы надел, если бы не знал, что это подделка. Я вот не знаю, когда попробовала, не могу, мне внутренне некомфортно. Ну, а вы надели бы на себя подделку? В далеком детстве, голодном африканском детстве, да. Мы натуральные. На самом деле мы предпочитаем одежду марки «Крем и шоколад». Одноименная одежда нашей группы. Знаете, я гораздо спокойнее отношусь к подделкам. И мог бы на себя надеть подделки. Я даже неоднократно надевал на себя подделки. Вот так-то не перевелись еще честные люди на нашей с вами земле. Дальше больше. Если бы я говорила, как все, я бы сказала, нет, что бы, никогда. Если честно, давай честно. Если честно, то да, это бывает часто. Я вообще люблю не только подделки, но и дешевые вещи. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к подделкам? Хорошо. Но о краткий итог вышесказанного пусть подведет Лена Князева. Друзья, это все так и неважно, и мелочно, что, ей-богу, нужно иногда как-то проявлять силу воли, характера и признаваться в таких плачах. Субтитры сделал DimaTorzok